Приветствуем зрителей и подписчиков нашего канала с вами журналист Илья Болтабаев и в сегодняшнем выпуске подкаста мы говорим о буллинге в отношении педагогов представляете у нас в России набирает обороты такая тема когда ученики умышленно травят педагогов понятно что это не все ученики понятно что это не все педагоги но в нашей передаче мы сегодня костюмся даже конкретных случаев которые имели в жизни имели место в практике наших героев сегодняшнего выпуска и это василия васильна вершинина педагог член совета камчатского края здравствуйте здравствуйте и юлия наивна гивилюк педагог психолог самара здравствуйте здравствуйте и вот собственно начнем с того случая про который я уже сказал васильна васильна стала объектом вот такого вот буллинга когда школьник искал киллера для учителя васильна расскажите пожалуйста как так вышло но я перед тем как уйти в отпуск узнала о том что оказывается меня заказал ученик он в одной из групп телеграма разместил объявление что ищет кто поможет избавиться от двух педагогов отменяет моего коллеги и видимо я так понимаю данная информация дошла до сотрудников полиции и ребенка по какой-то непонятной причине допрашивал почему-то сотрудник по цп центр по правительству экстремизму вот и в принципе от этого я узнала что оказывается язык я заказана конечно эмоции мне не объяснить да не описать потому что это вопрос возникает мальчишка в принципе неплохой то есть ему плохого я ничего не делала единственное видимо его разозлила что у него двойки то есть у нас за двойки дети способны сейчас гнобить педагогов и я хочу сказать буллинг педагогов он реально существует и не только в петропавловске-камчатском он по всей россии есть случаи травли педагогов когда дети объединяются и убирают так скажем педагогов всеми способами которым только можно вот поэтому сейчас я написала заявление на подростка но мы приходим к выводу что педагогов никто не защищает и ничего не будет подростку за это и в принципе по этому вторую коллегу она отказалась принимать в этом участие я с одной стороны с ней согласна что сейчас детям дали слишком много прав обязанности они не выполняют своих да и получается что переворачивается все в образовании так что виновен во всем педагог а как так получилось вообще что допросом школьника занимался центр противодействия экстремизму которые занимаются экстремистским преступлением ну вот в этом как раз таки вопрос что скорее всего когда прозвучала моя фамилия возможно я потому что не разговаривала с подростком я не разговаривала с его мамой диалог велся через моего коллегу которым как раз было известно что сотрудники цп они уточняли про меня информацию и я так понимаю что проговаривали ему что за мной ведется типа слежки набираются на меня в компромат вот и я могу только предположить что ребенку предложить сотрудничество да либо сейчас дети очень хорошо так скажем на это ведутся либо быть стукачом да либо сливать информацию либо специально какие-то делать гадости пакости педагогу учитывая что в современном мире у нас реально эта тенденция есть перед ну как бы об этом очень много социальных сетей пишут что допустим есть очень много видео где подростки матерят педагогов а мы бесправные мы вообще ничего не можем сделать защититься поэтому сотрудники цп видимо ищет как ко мне больше лучше подойти потому что на всех предыдущих работах у меня возникали проблемы именно из-за сотрудников данного ведомства скандал мне кажется это довольно скандальная ситуация не было у матери например такой идеи забрать документы школу поменять я не в курсе потому что я не ну как бы я не не захотела я общаться в принципе по большому счету мне нет не было смысла ей звонить и ребенку звонить потому что в принципе у меня к нему отношения нормальные я не сказала бы что он там какой-то плохой ребенок в этом плане вот но увы дети научились лицемерить врать они в глаза могут улыбаться за глаза они могут и подставить и все что угодно сделать сейчас увы мы взрослые этому научили детей вот потому что они берут пример то с нас вот поэтому по документам забрать и не забрать я не в курсе я честно не знаю как когда он придет на первое сентября как какие отношения сложатся да потому что ну как он будет себя чувствовать не знаю мне в принципе нормально но я могу предположить что угрозы они могут же по-разному до воплощаться либо подставить либо они записывают аудио видео потом выдается это за другое да и также нанесение урон машины я об этом так как раз и написала заявление потому что в школе ходили слухи что от другого ученика якобы поступала информация что давайте ей проткнем шины на машине вот то есть в принципе документы я не знаю будет забирать ребенок или нет но даже если он заберет навредить можно в любом случае как как это уже их там выбор да и все остальное но то что сейчас происходит в школах в образовании это очень страшно и печально что да я соглашусь что есть педагоги которым не место в школах однозначно но есть проблема и она я считаю очень глобальная может быть ее надо поднимать и озвучивать очень громко потому что по мне это целенаправленно идет с министерства просвещения и с министерства образований то есть никто не контролирует этот процесс и получается психологически педагога уничтожать не только дети но и родители которые вспоминают о правах якобы ребенка да когда он не разбираясь он все равно встает на сторону своего ребенка а ребенок если хамит дерзит до материться они могут даже не материться но всем видом указывает да вот это неуважение к педагогу и таких ситуаций очень много сейчас по россии не только еще раз повторюсь на камчатке вот и получается что педагог он бесправный то есть сейчас вот я написала заявление я не уверена что она как-то пойдет и будет работать и ребенок понесет наказание вот а так как дети воспитаны на лже лицемерия да то есть они научились это делать они воспитаны на том что им ничего не будет безнаказанность они продолжают это делать дальше ой тебе ничего не было вообще не вопрос давай дальше какие ситуации складываются вообще по россии я не знаю как у нас на в крае к примеру молодые парни теперь я понимаю почему мужчины к примеру не идут школу есть случаи когда это описывал сам бывший педагог он пришел после университета и ученицы старших классов стали его шантажировать в плане того что не поставив 4 мы скажем что ты домогался ты чуть ли не изнасиловал и все остальное и молодой учитель пишет комментирует говорит я не хочу сидеть ни за что я собрал вещи как говорится и ушел то есть получается дети сейчас рулят процессом образования да то есть получается они будут выбирать если у них педагог строгий да вот допустим я требовательный педагог я буду требовать знания предмета вот и ребенок все он обиделся он уходит в агрессию то есть получается я теперь переживаю за свою жизнь да и за свое здоровье за свое имущество и еще раз повторюсь это проблема реально очень глобальная и от этого многие педагоги уходят со школ потому что если брать советское время даже когда я училась уже был развал советского союза вот да мы шухарили мы там и бывали и шутили над учителями но на уроках все равно мы слушали мы работали да то есть дети были воспитаны ответственностью то есть ответственность за получение знаний да сейчас ответственность нету вообще у детей то есть и такая позиция министерства образования что если у вас на уроке ребенок телефоном пользуется вы не можете повлиять это ваша если у вас ребенок учится на 2 это вы виноваты если у вас ребенок не выполняет домашнее задание это вы виноваты то есть во всем со всех сторон будет виноват педагог то есть получается под каким давлением психологическим стоит педагог и теперь я понимаю по какой причине многие коллеги ставят рисуют тройки лишь бы только не сталкиваться с этим психологическим давлением не со стороны, получается, детей, но и со стороны Министерства образования. И когда ты сталкиваешься с проблемой допустить ли к экзаменам, либо перевести в другой класс, ты сталкиваешься с этой проблемой. А чему вы научили? И никто не спрашивает, ответственный ли ученик-то. Он вообще работает? Он вообще старается? Либо он просто взял листочек и каляки-маляки пишет. То есть об этом почему-то никто не задумывается, всё равно виноваты вы. То есть ты плясал, не плясал, танцевал, не танцевал, уговорил, не уговорил. Причём самое интересное, что родители начинают претензии предъявлять. Это ваша двойка. Я говорю, нет, подождите. Если вы, родители, говорите, что вы участники образовательного процесса, ну тогда, извините, подключайтесь. Я как бы не обязана жить с каждым ребёнком и заставлять его делать домашнее задание. Вообще, в принципе, педагог не обязан это делать. Вот. И когда они ещё и обсуждают моменты своё отношение к педагогу, автоматически они понижают статус педагога в глазах ребёнка. И там уже без разницы, какой опыт у педагога, как он относится к детям. Ребёнок этот никогда в жизни уже информацию от этого педагога не возьмёт. Вот. Поэтому в этом случае, конечно, проще забирать документы родителям и искать другую школу. Но проблема от этого не решается. То есть проблема настолько затрагивает вот всё абсолютно, потому что, получается, образование — это что такое? Это воспитание будущего поколения, это будущее страны. Получается, мы сейчас воспитали потребительское поколение, агрессивное поколение, которое умеет очень тонко манипулировать. Причём они могут врать спокойно в глаза, и ты не поймёшь, врёт он или нет. То есть это масштаб. Получается, кто у нас будет в будущем? Вот. Здесь, конечно, можно и вспомнить планы цифровизации, да, если уж об этом говорить. То есть, в принципе, те планы, которые они ставили перед собой до разрушения образования и знаний, то они их добились. Потому что, ещё раз повторюсь, это не обо всех детях. Есть дети, которые учатся, стараются, у них отношение к педагогам уважительное, но огромное, просто огромное количество детей, которые просто-напросто перевернулись вообще в принципе. И по большому счёту могу сказать, что у нас и детская преступность, скорее всего, повысилась намного. То есть, вот эти вот моменты в образовании нужно обязательно решать. И именно с точки зрения психологии, потому что... А вот с точки зрения психологии мы зададим вопрос Юлине Эльнии. Юлина Эльнина, вот с точки зрения психологии, вот как вы считаете, откуда в детях берётся вот всё вот это, о чём вы сейчас говорили? Я хочу сказать, что Василия Васильевна сейчас озвучила очень актуальную проблему вообще в нашем обществе. У нас проблема буллинга имеет место быть в различных сферах, да? Ну, конкретно, да, вот сейчас мы затронули сферу педагог, да, и ученик. На самом деле, да, много причин есть к тому, чтобы наши дети были агрессивными. Первая причина, конечно, это неблагополучная обстановка в семье, да, как ребёнок воспитывает, какие примеры он видит в семье, какие примеры взаимоотношений видит, да, ребёнок взрослый. Далее воспитываются окружением, да, друзья, знакомые, общество, да, которое окружает, коллектив школьный, так далее. Дальше то, что он видит. Это фильмы, это игры, в которые он играет, это игрушки с раннего детства, в какие он играет. И если посмотреть, да, индустрию игрушек, агрессивные клыкастые монстры, мультфильмы, да, вот самый элементарный мультик, который в основном все родители показывают, Маша и Медведь. Что мы там видим? Там видим, что маленькая девочка манипулирует взрослым, издевается над ним, агрессирует на него, да, ну, своими способами, якобы милыми, да, и что вырастает потом, да, вообще, вот, если посмотреть, что вырастет из этой девочки реально, а вот реально мы видим, что вырастает. Хочу вот как раз озвучить эксперимент, который был в начале 60-х годов в Стэнфордском университете проводил профессор Альберто Бандура. В общем, у него было три группы детей, там где-то по 12 или 20 человек, уже не помню, ну, не суть важна. В общем, заснял ролик, детская комната, игрушки, пистолетики, там, молоточки, по-моему, и обычные игрушки, и сидит надувной клоун. В первом ролике показывается, что просто сидит, и просто там, как бы, ничего особенного, просто комнаты, просто играют люди, дружелюбно относятся к этому клоуну. И это он показал первой группе детей, да, обычно. Второй группе детей он не показывал ничего. Третьей группе детей он показал ролик, где женщина ругает этого клоуна, бьёт, там, бьёт молоточком, показывает агрессивное поведение по отношению к клоуну. И затем, после показа этого ролика, он заводит по очерёдности в эту комнату первую группу, где дружелюбно детки видели дружелюбное отношение к клоуну. В принципе, они также играли, и никакой агрессии не было по отношению к этому резиновой игрушке. Вторая группа тоже зашла, в принципе, было нейтральное отношение к клоуну, никакой агрессии не было. А третья группа, которая видела ролик с агрессивным отношением к клоуну, также проявляла агрессию к этому клоуну. И причём даже свыше, да, там, положили пистолеты, хотя в ролике они не фигурировали. Пистолеты направляли на клоуна, говорили какие-то агрессивные слова дети, то есть они прямо изощрялись в агрессии. Получается, какой вывод сделал учёный, что то, что видят дети, они копируют полностью, да, что видят они вокруг. Что видят наши дети? Они видят агрессивные фильмы с убийствами, киллеры, сейчас это вообще распространено в наших фильмах, да, если вот модный фильм был «Брат», да, что там главный герой, да, которого любимчик публики, он был, в принципе, киллером-убийцей. Вот. И можно перечислить огромное количество дофильмов, где именно фигурируют убийство, агрессия, где показан образ педагога как, ну, не совсем далёкого человека, агрессивного и так далее. То есть принижался образ педагога именно в фильмах, и что мы видим в реальности, да, вот если вот как раз Василия Васильевна озвучила советское время. Я недавно разговаривала с педагогом, которому уже 70 лет, у него огромный опыт работы с детьми, и вот она тоже подтвердила, что в советское время это была уважаемая профессия. Уважительно относились и дети, и родители. И в основном, если какой-то конфликт, родители вставали на сторону педагога, они старались как-то воспитать ребёнка. А сейчас получается, в большинстве случаев, да, особенно вот родители капризных, возможно, детей, да, избалованных, они сразу встают на... Возможно, от нехватки времени, возможно, у нас просто стрессовое общество, и, ну, все участники образовательного процесса находятся в стрессе. А стресс, он, в принципе, последствия стресса и будет агрессия. Поэтому у нас агрессия вызывается и на педагогов, если посмотреть, да, у нас высокий уровень буллинга, и в детских коллективах друг на друга тоже есть шокирующие, да, вот если о новостях смотреть. Также недавно видела новость, где дочь, 14-летняя дочь, заказала собственную мать, которая растила её всю жизнь одна. Получается, да, и вот эта агрессия. И то есть даже у ребёнка нет раскаяния в содеянном. Нет. Получается, ещё такой эксперимент был, да, с детками, как раз вот озвучу. Дети от 9 месяцев до года и 8 месяцев им показывали два ролика. Показывали ролик, где сильный отнимает что-то у слабого, то есть старший отнимает у младшего. И второй ролик, где наоборот, старший помогает младшему, то есть альтруистический ролик. Вот там, где сильный отнимает у слабого, концентрация внимания у детей была гораздо меньше, чем в альтруистических роликах, где старший заботится о младшем. Почему те, кто проводили эксперимент, сделали такой вывод, что право сильного, оно как бы уже понятно детям с самого начала. А вот право слабого, моральные, этические нормы, их нужно впитывать, их нужно воспитывать. Поэтому, чтобы у нас было именно гармоничное общество, да, молодёжь, нужно впитывать с самого раннего детства вот эти вот моральные ценности, ответственность, про которую говорит Василия Васильевна, да, с детства, что ты поступаешь так, но в ответ ты получаешь это. Поступаешь хорошо, да, значит, какие-то положительные результаты твоей деятельности ты получишь. Поступаешь негативно, агрессивно, то есть ты то же самое получишь и в свою сторону. Многие дети, подрастая, этого не знают. Возможно, из-за того, что там родители очень заняты сейчас, да, вот эта вот гонка, заработать деньги и так далее, и часто родители просто уделяют мало времени детям, и именно воспитывая в них этические качества. А это очень важно воспитывать с самого раннего детства, да, чтобы вот такого не было. Вот, и вдобавок общество, конечно, тоже в советское время, да, если ребёнок не получил недостаток воспитания в семье, он получит это в обществе, да, коллектив воспитывает этические нормы, ему коллектив это тоже додавал. А сейчас, как бы ты хорошо не воспитывал ребёнка в семье, ты его отдаёшь в социум и получаешь тоже некие результаты. Он тоже впитывает как губка, и оттуда тоже. Поэтому моё предложение просто нужно, чтобы родители кооперировались с педагогами, да, чтобы это была, чтобы вот какая-то у нас психология, вот именно разделяя и властвия, а нам нужно, наоборот, объединиться. Нам нужно родителям объединиться с педагогами именно для воспитания нормального здорового поколения, да, не проявлять агрессию и недовольство в сторону педагогов, а искать какие-то пути соприкосновения, как мы вместе можем изменить картину происходящего. Поэтому, да, и есть, конечно, да, и педагоги, которым не место в школе есть, родителям, которым нужно задуматься о воспитании своих детей, но есть педагоги, с которыми нужно объединяться, общаться, да, и вот именно вот это вот самое важное наше объединение. Ну, я могу дополнить, что у нас общество, получается, настроено уже изначально негативно. Я когда разместила видеоролик о том, что меня заказал ученик, я из всех комментариев, по-моему, выцепила только два нормальных. Всё остальное, это было агрессивно в мою сторону. То есть, получается, я делаю какой вывод? То есть, люди, которые не знают ни педагога, ни ребёнка, они не входят в ситуацию, да, они уже огульно сразу обвиняют, это ты довела, это ты сволочь, там оскорбляли как могли. И получается, да, то есть, когда ситуация со стрелками, кто виноват? Тоже педагог. То есть, во всём, получается, виноват педагог, что мы довели детей. То есть, со стрелками то же самое было. А кто его воспитывал? А в какой он школе? А в каком он классе? Ой, его, наверное, обижали. Ой, вот это, вот это. То есть, получается, у нас целенаправленно уже идёт момент против педагогов. То есть, получается, у нас педагоги, я не знаю, они со всех сторон биты из-за этого. И ещё могу отметить такой момент, что дети изначально готовы к тому, что им поставят оценку. Дети, особенно выпускных классов, они могут спокойно заявить, вы всё равно поставите. То есть, они изначально понимают, что на педагога кто-нибудь надавит, либо они пишут жалобы на педагогов, это идут проверки. То есть, получается, министерство образования, оно тоже изначально не встаёт на сторону педагогов. Они начинают проверять кого? Они начинают проверять педагогов. Педагог должен написать объяснительную. А почему на тебя написал ученик заявление? Подождите, если в этом случае написали жалобу, ребёнок написал, не родитель. Проверьте ребёнка. Придите, посмотрите, как он работает, как он занимается. А есть ли у него вообще принадлежности на урок прийти? Они же чаще всего приходят уже без ничего. У них одна тетрадка, и то рваная, с каким-то пошарпанным карандашом. То есть, вот этот момент, получается, он задевает весь социум. И вот на своём примере я понимаю, что люди не видят вот эту опасность и проблему, что у нас дети сейчас, ну, не сказать, конечно, потерянное поколение, но дети уже как стая какая-то. То есть, они агрессивно настроены, они могут подставить, они могут оклеветать. И много случаев, когда особенно девочки говорят, что её изнасиловали, потом человека садят не на один год. И там доказать, что этого не было, вообще невозможно. То есть, эта проблема, я не знаю, её надо на самом деле озвучивать, её поднимать надо на уровне и Министерства просвещения, образования, и всех тех людей, кто отвечает за систему образования. Потому что я считаю, что сейчас она пока вот разрушается. И сейчас вот говорят нам там про воспитание, патриотизм и всё остальное. Если мы об этом разговариваем, значит, этого уже нет. Значит, всё. Это то же самое, да, волонтёрское движение у нас. Взяли на флаг, давайте, волонтёров, набирайте волонтёров. Да не было в советское время волонтёров. У нас были тимуровцы. И причём там не надо было. Детей говорят, дети, давайте мы будем помогать. А дети сами копирировались, они сами создавали. То есть, получается, это в людях, в детях наших уже умерло. То есть, нет патриотизма. Она сейчас, он разговор о важном, будет приучать к патриотизму. То есть, это настолько цинично, по моему мнению, и лицемерно по отношению к детям тоже. Добавлю немножко по поводу педагогов во всём вина. У меня такое ощущение, что вот недавно смотрела фильм «Суть времени», о чём говорят. Там как раз цифровизатор у нас, главный цифровизатор в стране, Дмитрий Песков, который помощник президента по цифровизации. И что он говорит? Он говорит, что не нужны живые педагоги. Нужны педагоги-роботы, учителя-роботы. Они будут гораздо выгоднее. Но вопрос, учитель-робот сможет воспитывать ребёнка, сможет как-то скорректировать, сможет отследить вообще какие-то там переживания ребёнка, индивидуальный подход к нему. Сможет ли сделать это учитель-робот? И может быть, по этой причине так вытесняются педагоги из образовательной среды. Может быть, это всё идёт по плану? У меня вот такие предположения. Мне тоже так казалось. На самом деле сейчас очень модное такое направление. То есть вот это замещение искусственным интеллектом, хоть в образовании, хоть в здравоохранении. И, в общем-то, я так думаю, что это скандалы с врачебными ошибками. Так их высоко поднимают на план для того, чтобы просто заменить всё телемедициной. Искусственный интеллект, он уже, говорят, какие-то болезни будет лечить и рецепты вам выписывать, кстати сказать, товарищи. Вот. И я думаю, что с образованием то же самое. Просто создаётся прецедент, формируется негативный образ педагога, негативный образ учителя, чего-то занудного, скучного и стрёмного. А вот будет робот тебе давать минимум знаний, чтобы ты тупой совсем рос. Вот. И получается, этого будет достаточно, это очень удобно. Ну, например, глобалистам, которые все эти идеи цифровизации продвигают. Ну, то есть манипуляция, в принципе. Манипуляция. Манипуляция на самом большом уровне, я бы сказал, геополитическом. И вот ещё почему нужно педагогам и родителям объединяться. И по этому плану детства 2030 сначала не нужны педагоги, потом не нужны родители. Вот. То есть потом, да, там по плану, что в детдомах они будут воспитываться лучше, да, вне семьи, как там говорится, да, будут воспитываться лучше, чем в семьях. Да, вот такие вот есть мнения у цифровизаторов, да. И куда мы дальше катимся? Просто нам сейчас нужно очень задуматься, потому что проблема действительно серьёзная. Ну, Серёжа Ильин, какой есть выход из данной ситуации? Что могут предпринять родители? Что могут предпринять педагоги? Как можно вообще вот эту вот вещь, ну, скажем, на общероссийском масштабе разрулить? Я так думаю, что здесь нужно отодвинуть все свои амбиции педагогам и родителям, а именно реально подумать о детях. Потому что в защиту детей создано очень много организаций. Ими должен заниматься воспитатель, педагог, комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудник ПДН, да, это сотрудник полиции. То есть опека, та же самая, ювенальность. То есть все якобы занимаются благополучением ребёнка. Но по факту никто не занимается. То есть получается и родители в этом же кругу. Получается, родитель устает, пашет на нескольких работах, пытается его вытащить, ему некогда. Педагог пытается защитить себя, потому что он устал быть во всём виноватым. И даже такой момент, что ребёнок вышел со школы, он уже не в учебном процессе участвует, его сбила машина, придут проверять кого, догадаетесь? Школу. Да, придут проверять школу, а проведала школа беседы. Ребёнок, подросток забеременела. Кто виноват? Опять школа. Школа. То есть получается, педагог, он реально будет психологически защищаться. Он не может быть всё время виноватым. ПДН, они также, у них руки завязаны, они ничего с этими детьми не могут сделать, потому что, по моему мнению, судьи, которые выносят какие-то решения, им негласно сказано не судить. То есть они остаются в свободном плавании. Комиссия по делам несовершеннолетних, в основном только ай-яй-яй, как-то так нельзя. Всё. Дальше у нас нет рычагов воздействия. У нас дали детям огромное количество прав, но обязанности мы как-то забыли объяснить. Поэтому я считаю, что здесь надо каждому реально отодвинуть своё, вот и обиду, да, где-то, и разочарование, всё остальное, и действовать именно сообща. И я хочу сказать, что у меня есть опыт, да, класс, который, вот там реальное взаимодействие. Педагог, родитель, классный руководитель, ребёнок. И вот в этом четыре взаимодействия, вот это, оно дало результат. Ребёнок, он выравнивается, он начинает заниматься, он начинает получать нормальные оценки, настоящие, нерисованные. Вот, поэтому, мне кажется, здесь надо просто отодвинуть своё я, и реально спасать положение и спасать наших детей. Я думаю, что это возможно. Вот, а это можно требовать также с темой того культура, какие песни нам пропагандируются, да, какие у нас выходят артисты, да, извращенцы, и учат непонятно чему, почему, допустим, сотрудники ФСБ до сих пор не проверяют, не проводят проверку таких людей, которые наркотики, да, рекламируют в своих клипах, да, те же самые теракты там взрывают, ну, то есть вот эту вот порнографию свою. То есть вот за этим всем нужно закрепить, я не знаю, педагогов, родителей, которые будут это контролировать. То есть я считаю, что идёт какое-то целенаправленное уничтожение вообще взаимодействия ребёнка и вот всех, кто о нём должны заботиться. Вот. Юлия Неллина, как психолог, что-то добавите? Что я могу сказать, подытожить только, да, то, что, конечно, для того, чтобы спасти наше поколение молодёжное, это моральное воспитание с самого начала детства, потому что это закладывается, да, на всю жизнь, чтобы потом родители не кусали локти, сменится один педагог другой, но если проблема, да, вот именно воспитания ребёнка, то никуда не денется, это останется на всю жизнь, и это будет беда и ваша, и вашего ребёнка. Вот. Дальше, да, смотреть, всё-таки у нас в стране какая-то политика разделяя и власть. У нас все разделяются. У нас, получается, да, даже уже с самого детского сада уже идёт конфликт воспитателей и родителей, потому что там что-то не так досмотрели за ребёнком и так далее. Ещё давление на воспитателей бывает со стороны заведующей, чтобы там фонд группы сдавали и так далее. То, да, получается, вот такие вот моменты, они тоже конфликтные. Получается, как-то вот именно на пик конфликта педагога, да, бросают с одной стороны начальство, там, министерство, там, указки, да. В пандемии очень хорошо мы заметили, да, вот когда начинают разделять людей. То есть есть активные педагоги, которые там против фокализации встали. Их вот чаще начал весь гнобить коллектив, да, то, что ты вот один такой, мы тут все сделали, а ты вот против. Активисты, да, встают в защиту своих прав и также получают в ответ травлю и агрессию. Дети в коллективах. Вот. И я считаю, что все-таки нужно с этим кончать, да. Нужно найти источник, кто нас всех разделяет, и понять, что мы только сообща можем выйти из этого положения. Вот. И, конечно же, нужно запретить вот эти вот агрессивные фильмы, агрессивные игры, в которых детей учат быть убийцами. В принципе, да, ведь сейчас полно, много онлайн-игр, в которых именно, да, стирается вот эта вот реальность, и дети думают, что это нормально. И у них это становится в норму. Что для нас в нашем детстве это повергло бы... Казалось диким чем-то. Диким, да. Сейчас для наших детей это стало нормой. Это не должно быть такого. Это, получается, это говорит о том, что наше общество больное, и нам нужно быстрее выходить из этого состояния, из этой апатии, да, и ещё вот хочу добавить, да, про буллинг. Всегда есть в буллинге три стороны. Это буллер, агрессор, жертва, и есть зрители. И зрители, они немаловажную роль играют в этом. То есть если в классе один ученик травит педагога, то всё зависит от того, как остальные реагируют. Да, как реагируют дети, как реагируют родители, как реагирует педагогическое сообщество. Да, как мы вообще. И мне кажется, нам уже нужно прекратить, да, вот именно тем, кто оказался зрителем, сменить позицию «Моя хата с краю». Ведь это же буллинг можно легко пресечь, если коллектив просто хотя бы осудит вот эту агрессию в сторону одного человека. И это очень важно. Вот, поэтому я предлагаю просто вставать на защиту того, кто травит, и тогда это можно будет пресекать. И раз это есть в нашем обществе, мы все играем какие-то роли. Либо мы агрессоры, либо мы жертвы, либо мы зрители. И поэтому нам нужно выходить из этого положения. Спасибо за ваше мнение. Ну что ж, друзья, я думаю, что сегодня каждый для себя сделал вывод о том, что делать в данной ситуации. Насколько это недопустимо. И я надеюсь, что вы, уважаемые родители, поговорите со своими уважаемыми детьми и попробуйте выяснить, а есть ли такое в ваших школьных или в ваших педагогических коллективах. И попытайтесь, хотя бы попытайтесь этот вопрос как-то разрешить мирным путем, ну хотя бы показав наш сегодняшний выпуск, и вместе всем коллективам, всеми участниками образовательного, воспитательного процесса обсудить эти моменты. Благодарим Василия Васильевна, что нашли время, Камчатка, между прочим, поучаствовать в нашем выпуске, рассказать вашу историю. Я надеюсь, что наши зрители и участники вас поддержат. Юлия Ильевна, вам спасибо большое за то, что нашли возможность прийти как психолог, вот компетентно пояснить, что с этим можно сделать. Благодарим и вас, уважаемые зрители и подписчики нашего канала, что остаетесь с нами, что поддерживаете нас в том числе материально, несмотря на сложное достаточно время. Смотрите наши выпуски, распространяйте наши выпуски и вставайте на защиту честных, на защиту прав и ваших детей, и ваших педагогов. Всем до новых встреч. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова